На праздничное мероприятие, посвященное Всероссийскому дню физкультурника, собралось немало народу. Это и выдающиеся спортсмены города, их тренеры и те, кто проявляет активную позицию в пропаганде здорового образа жизни, физической культуре и спорте. Мы прикладываем и все те, кто работает в этой сфере, максимум усилий, но пока очень много недоработок есть и на уровне муниципалитета, и на уровне области, и на уровне федеральных органов власти. Но это мелочь по большому счету. Главное, что есть люди, которые любят спорт, занимаются им, есть энтузиасты. Я думаю, что это самое главное. Поэтому спорт не умрет никогда. На церемонию чествования полевских спортсменов приехал и первый заместитель министра физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Василий Коротких. Сегодня он вручает почетные грамоты министерства. Один из награжденных – Яков Хенкин. 59 лет Яков Львович занимается с полевскими спортсменами. 20 лет работал в городской администрации председателем спорткомитета. Он и сегодня продолжает развивать спортивную молодежь города. Теперь уже как методист ЦРДЮ и организатор многих спортивных соревнований для детей дворовых клубов. Отмечает, что подрастающее поколение полевчан все активнее привлекается к занятиям физической культуры. Радует то, что у нас много сейчас молодежи начали заниматься. Могу сказать, хорошо работают такие тренеры, как по баскетболу. Это Северский трубный завод Тихонова, семья, муж, жена, сын и прочее. Значит, они делают очень большую и хорошую работу. Она необходима. И наши дети, занимаясь у этих тренеров, приобретают необходимые жизненно важные такие навыки. Конечно, все не могут быть мастерами, к этому, наверное, город и не стремится. Но мы должны заботиться, чтобы у нас нация, наше поколение будущее было здоровым. Это основное. Почетными грамотами и благодарностями Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области награждены пять полевчан. Среди них и заместитель директора физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода Вячеслав Мамочкин. У этого спортсмена за плечами уже 25 отыгранных сезонов в профессиональном спорте – хоккей с мячом. Сейчас играет за заводскую команду. Мы поддерживаем то, что у нас сейчас есть на данный момент еще с советских времен. В хорошем состоянии, да, вот знаем мы объекты, там, лыжная база, дворец спорта, там, пытаются сейчас какие-то деньги привлечь на детскую спортивную школу, на манеж, тоже вот в четвертой школе. Но хотелось бы для развития спорта еще, чтобы было, чтобы строились новые объекты. Это манежи те же самые, там, в южной части разговор идет. Да вообще, вот как бы, чтобы инфраструктура спортивная в городе была охвачена полностью. Полевской – это один из спортивных городов нашей области. Особо хотелось бы вот здесь отметить, что здесь есть полный контакт между градообразующим предприятием, администрацией, соответственно, всеми структурами, которые занимаются подготовкой спортсменов. Конечно, все мы пережили трудное время 90-х годов, но надо сказать, что вот Северский трубный, руководство Северского трубного завода, оно оставило на своем балансе все спортивные сооружения и оказывает помощь спортсменам. Ветераны города в очередной раз в День физкультурника встречают, как говорят, с радостью. Алексею Зизеву 85 лет, а он физически подтянут и чувствует себя на пять. Благодаря ежедневным физическим упражнениям ему сегодня есть, что сказать молодежи города. Молодежь не должна засиживаться дома, надо больше заниматься общественной работой, надо больше быть на людях, надо работать над собой, надо уметь доставлять себя. И утром зарядка, и пробежка, и физкультурная гимнастика, и по возможности принимать участие во всех спортивных мероприятиях, которые проводятся на нашем заводе и в нашем городе. Автор и ведущий спортивной программы «Овертайм» Максим Исаенко не понаслышке знает об уровне подготовки полевских спортсменов. Несколько лет подряд Максим бывает на всех спортивных соревнованиях города, затем рассказывает о них телезрителям. Поскольку мне постоянно приходится бывать на всех спортивно-массовых мероприятиях в городе, которые проходят, я могу с уверенностью сказать, что спорт в нашем городе расцветает, развивается. Северский трудный завод делается немаловажная для этого роль. Реконструируются спортивные объекты, поддерживаются команды футбольные, хоккейные, другие виды спорта интенсивно развиваются. Слова поздравления и благодарности за развитие города в спортивной сфере звучали сегодня часто. Главное, что отметили представители администрации города и завода, что Полевской действительно спортивный город и делают его таковым доблестные спортсмены. Северский трудный завод активно участвует в том, чтобы физкультура и спорт в городе Полевском развивалась. Вот для примера содержания физкультурно-спортивного комплекса в прошлом году заводу обошлось более 50 миллионов, в этом году еще больше. В спортивных сооружениях, значит, Северского трудного завода бесплатно тренируются дети, не только работников Северского трудного завода, а дети всего города. То есть, руководство Северского трудного завода помогает спортсменам и радоваться их достижениям, их успехам. Успеха, оптимизма и верю в то, что город наш достигнет новых спортивных высот. Всем здоровья, счастья и спортивных успехов. С праздником! Наталья Рожкова, Александр Полищук. Новости нашего города.